Какой у тебя размер члена? Можно? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Он не знает, он не видел никогда, там пузо большое. Что ты докопалась в нем? Нет, это очень важно. Как член моего бывшего. Да хватит, Ютуб не пропустит, это тако... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Доброе утро, скуфы! Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Кирилл. Сегодня мы играем в игрушку под названием Альтушка для Скуфа. Что такое альтушка? Я не знаю. Что такое скуфы? Я не знаю. Посмотрел в интернете, полный бред. Погнали посмотрим, может нам объяснят. Еще один день. А, это вот я как раз, да? Я понимаю, что скуф это тот человек, который... Вот этот я вот, я понял. Где я? Кто я? Как тебя зовут? А где озвучка? Я думал, ничего... А, Кирилл. Вот так вот, да. Кого ты пытаешься надуть? Все знают, что ты просто скуф. Я Кирилл. И еще один день. Еще один бессмысленный день. А че, типа, потерял тягу к жизни, да? Дружище, хорош киснуть. Все, не может быть настолько плохо. А, это со мной разговаривает мой внутренний голос. Я одинок. И, как понимаю, государство мне подкинет девушку. Альтушку. Что мой единственный собеседник. Это мой внутренний голос. Понять с ними, кстати, как-то кнопку... О! Огонь. Так, мышку уберем. Я не знаю. Пока молодая девочка моя. Кто понял, тот молодец, тот старый хрен, как я. Поехали, давай. Короче, надо понять вообще, что происходит. Типа, блин. Игрушка сложная, но завирусилась. И она сейчас почти топ-1 там этого Стима, по крайней мере. Она прям вот на большом таком баннере. Типа, скачай, поиграй, посмотри. Шортсов пару видел? Прикольно. Типа, я хрен старый, который и там одинок, мне больше там сорока, как я вроде понял, да, там на самом деле меньше, но в игре больше, ладно. И у меня нету девушки, и мне государство на скуф-услуги подкинет девушку, и мы будем там выбирать, всякие решения принимать и так далее. И мой внутренний голос со мной сейчас разговаривает, конечно, это жестко. Конечно, хорошо было бы провести в постели целый день. Ага. Хотя, впрочем, почему бы и нет. Почему бы и нет, действительно. А работа как же? Провести в постели целый день? Конечно, нет, хорош. Легко и непринужденность грации, которой позавидовала бы косуля, по крайней мере, тебе так кажется. Ты соскакиваешь с повидавшей виды, но все еще добротной полутораспальной кровати. Бабах и пизданулся, да, красота. Ты грузно и неуклюжий падаешь на пол, неудобно повернув руку под свой мясистый живот. Ты шо, у меня там кубики. Сука. Сука. Этот грохот, наверное, соседи на три этажа вниз слышали. Тебя ждут великие дела. Типа я первый раз в кровати встал за последние 700 тысяч лет, да, наверное, как, типа. Окей, окей, уже встаю, товарищ начальник. Мне кажется, ему плохо, типа. Внутренний шизофренический голос. Я понял. Окей, ну давай посмотрим, короче, я пока не знаю. Смурный и сонный. Смурной. О, нифига себе словечки. Так, окей. Смурной и сонный, не найдя под кроватью шлепанцы, черт бы их подрал. Ты выходишь в коридор. Какого черта здесь так темно? Давай секундочку, погоди, давай прям чуть-чуть мы прибавим громкость голоса. Вот, наверное, вот на столечко. Просто глянем. Какого черта здесь так темно? Чего еще ты ждал? Что на самом дне человеческого существования все будет ярко, как в жаркий полдень из рассказа Рея Брэдбери. Че? Заткнись, я не с тобой разговариваю. Блин, я играю в зря такого шизофренически больного, да? А с кем тогда? Сам с собой, вот с кем. Ну ведь я и есть ты. Ну, в принципе, хрен поспоришь. Ага, ну да. Заткнись, заткнись. А еще, че он так вот разговаривает, типа, заткнись, заткнись. А вдруг во тьме нас ждут чудовища? Ага. Где? Которые только и мечтают, чтобы затянуть тебя вглубь своими склизкими щупальцами. А, че началось-то опять, я не пил? Ты дурак. Ты дурак. Диалог занимает в твоей голове не более полутора секунд, а рука сама привычно нашаривает рельф-выключателя на обшарпанной стене. Окей. Включите свет. Сейчас мы, кстати, увидим хату настоящего скуфа, да? Ааа! Куда мне отправиться дальше, дабы смахнуть остатки сна с моих нежных ресниц? Куда мы можем отправиться? Сейчас в туалет, наверное, как обычно, если ставить с кроватью. А, понял. А, пойти в туалет в натуре угадал, смотри. Пойти в туалет? Что еще? Может просраться в сортире? Ну, как бы ты... Честно сказать, мне сейчас этот чувак уже не нравится. Типа, я не знаю. Сутренняя голос меня прикалывает больше. Он какой-то такой позитивный, что ли? Посетить уборную. Самый важный ритуал за день. Что может быть мне еще просраться в сортире? Сидит, просирается в сортире. Чувак, ты дурак. И по совместительству самый приятный. Ноги толстые, волосатые, кстати. Как у меня прям в шлепанцах. Реально в вантус стоит какая-то... Да, да, да! Просраться как следует. Черт возьми, да! Ты получил плюс два к здоровью и плюс три к харизме. Правда? Было бы неплохо. Со здоровьем у меня как раз проблемы. Интересно, вот он задрот или нет? Неправда! Черт. Кажется, все дела в коридоре мы закончили. Тьфу ты! Какие еще дела могут быть в коридоре? Ладно. Не хочу об этом думать. Войти в ванную. Окей, пока, пока скучно. Пока не понимаю, что происходит. Так, грязная ванна встречает тебя с радостью похоронного служащего. Понял. Совершенно очевидно, что вы друг друга чужие. И ваши отношения в лучшем случае деловые. В худшем токсичные. Созависимые. Так. Так. Ты не нравишься мне, а я не нравлюсь тебе, леди ванная комната. Я понял, про что он говорит. Вонючка. Фу, ребята. Чистите зубы, мойте лицок, мажьтесь кремами, когда это надо. Даже если ты мужчина. Лишним не будет, поверь. Давай решим это по-быстрому. Давай. Все все понимают. Мы взрослые люди. А, жесть. Разговариваешь с ванной комнатой? Да ты совсем с катушек слетел, дружище. Не я, а мы. Ты же часть меня. Разве забыл? Так, посмотреть в зеркало. Я посмотрю, как мы выглядим хотя бы. Нет, нет, точно нет. А где я? Я размазанное пятно? Или что? Откуда такая категоричность? Оно, оно просто грязное. Там ничего не видно. А, окей. Так протри его, все, всего-то делов. Я хочу увидеть, как выглядит главный герой. Ну. Скорее всего, заросший весь, вонючий, да? Протереть стекло. Ну, а сейчас скример будет, да? Зажав в руке то, что когда-то называлось полотенце. Вафельное ГОСТ 110-27, ты производишь несколько характерных вращательных движений. Старое стекло приятно поскрипывает под волокнами ткани. Грязь отступает, давая зеркальной поверхности еще один шанс засиять. Конечно же, при наличии источника направленного света. Узли за шокол! Какой-то страшный мразь! Нет. Боится, реально. Что за бред? Это тигрум больной. Я не хочу. Не хочу. Мне точно не понравится то, что я там увижу. Я же только проснулся и не хочу расстраиваться на весь день вперед. Когда-то отражение в этом зеркале было словно репродукция картины эпохи ренессанса. Красавец, типа, да? Ну, одно из тех. На античную тематику. Аполлон. Но теперь... Вонючее говно, да? Вонючий засаленный жердяй. Чудовище живущее там может запросто выбраться наружу и убить нас всех. Короче, давайте по приколу. Я не буду смотреть, что такое Скуф. Альтушки я посмотрел. Скуф примерно понимаю. Поэтому свики мне, пожалуйста, в комментарии, в комментарии мне отправь, кто такой Скуф, чтобы я понимал вообще, что это за чувак, почему он боится своего отражения, почему он такой вонючий, старый, просрался знатно, встал, упал. Ты здесь один? Чё? Я блеванул, рыгнул. Хрип твоей груди вот-вот сорвется на сдавленные рыдания. Но помощь приходит оттуда, откуда ты вовсе её не ждал. Тише. Тише, дружище. Это типа мой психолог. Да уже полная ванная комната. Не лучшее место для тебя. Чтоб хоть понимать, что происходит, ну шоу. Музыка там есть на фоне? А я даже слышно, смотри, играет. Давай, пойдём куда-нибудь ещё. Давай, куда? Пойти в коридор. Да я хотел посмотреть, как он выглядит. Отправиться на кухню. Ты имел ввиду отправиться на кухню? А там должен быть пиво, кстати. Нет, на кухню. Отправиться, давай. Отправиться? Угу. Да ты у нас не иначе, как знаменитый путешественник Фернан. Магеллан. Магеллан. Ну погнали. Который отправился плаванием вокруг света. Я не собираюсь никак это комментировать. Кухня встречает тебя привычным пейзажем. Обычной хрущёвкой с кучей хрущёвской. А, нет, смотри, куком-то, эта кухня-то побольше. Смотри, у меня там всё есть. Кухня-то неплохая. Чего он так живёт? Это плохо. Не то, чтобы ты хотел проводить здесь много времени, но будучи примерно половиной жилого пространства в типовой однокомнатной квартире, эти квадратные метры играют не последнюю роль в твоей жизни. Есть хочется. А, нечего, да? Что у нас на завтра? Самся? Внутренний голос подсказывает тебе, что лучше даже не соваться в холодильник. Мёртвые. Как плесень. Чё там холодники? А, глянь. внутренний голос это я. Всё видно. Ты привык делить на 16 любое мнение и заявление. Чё? И заявление этого назойливого наглеца в твоей голове. У меня глаза начинают болеть от этого штуки. Что за шрифт, блин? В этот раз ты почему-то склонен ему поверить. Быть может всё дело в том, что рецепторная память играет не последнюю роль в твоём теле. Страшные, невыносимые по своей мерзости запахи вспыхивают в твоей голове. Гниль. Только глубокая гниль, вызванная разве что разложением белковых форм жизни может быть причиной такого уровня воня. Чё-то сгнило, да? Чё-то сгнило в холодильнике. Яйца, наверное. Твой взгляд скользит по общарпан. Общарпан. Что это, мать его, заскув слово? Я просто не понял немного. Твой взгляд скользит по общарпан. видавшему виды, но всё ещё старому доброму столу. Пицца, да? Доки-дос какой-то. А, типа доминос и Доки-дос. Созрал уже всё, конечно. Там нет ничего, ты созрал уже всё. Ой! Ой! Зелёное ещё так под этим. Коробка открывается с лёгким хрустом гофрокартона и твоему взору предстаёт он. Последний кусочек. Вчерашний! Ой! Самый вкусный. Самый-самый вонючий и вкусный. Его величество вчерашний кусок пиццы. Королевский завтрак. Спонсор гастрита. Нас ждёт вопрос похлеще гамлетовского. Сэкономить электричество с силой и время, да? Ешь давай, ты и так вонючка. Твои зубы вонзаются в упругую вчерашнюю хлебаную плоть, челюсти мерно двигаются, переламывая нехитрую начинку. Подожди, стой, она реально просто сухая настолько, что он хрустит аж. Сколько она здесь лежит? Если бы ты был в настоящей ролевой игре, то это действительно восстановило твои очки здоровья. Или дало заряд бодрости. Но ты не в настольной ролевой игре. Ты на кухне в России. Глодь? 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 Кусок камнем падает на дно твоего желудка. Доброе утро, пищеварительный тракт. Проснись и пой, проснись и пой, хоть попробуй в жизни хоть раз. Надеюсь, ты доволен. Съешь холодную пить все достижения. Так, окей. Завтрак окончен, пора приступать к делам. Если это игрушка, которая еще будет давать достижения, просто попробую все, это бред. Какие у тебя могут дела? Сграть компьютер. А, в натуре. Так, перейти в комнату. Погнали. Ну вот мы и дома. Ну или компьютер. Клавиатура неплохая какая-то вроде чашка. А, это кресло. Проперженный стул смиренно принимает на себя твою увесистую тушу. Рука привычно нащупывает кнопку запуска. Родной логотип компании, производящей программное обеспечение. Теплый свет загрузочного экрана. И вот ты готов отправиться в лучший из миров. Танки. World of Tanks. Дорогие друзья, наверное, да? А, нет, просто Танки. Привычные расчерком руки, зажатые на нем мышью, в ней мышью, ты проводишь курсор столь милому сердцу ярлыку. Угоди. Что-то не то. Что-то не то. Танки, танки, танки. Вот все танки с маристала. Каждый день одни танки. Что-то хочешь? Что-то тебе не нравится? Ты скуф, сиди и молчи вообще. У меня там уже ранг мастера. Что дальше? Тебе дали возможность играть. Сиди, блядь, и играй. Не мешай другим существовать. Сиди в своих танчиках и все. Ты сейчас если начнешь каким-то другим делом заниматься, это плохо. Твой разум затуманивает сигнал откуда-то снизу, расслабившись в тепле и уюте привычные берлоги. Ты чувствуешь странный позыв, звучащий даже не у тебя в мозгу, но в крови. Тяночку бы. Ах ты старый хрен. Вонючка. Ты берешь себя в руки и наводишь курсор на заветную иконку. Скушто, скушто, скушто. Понял. Наверное нет. Эти люди очень много базарят все время лишнего. Конечно. Даже есть сервис такой государственный. А, у них в этом знают, да? Скуш услуги. Ты должно быть издеваясь, прикалываешься надо мной. Да нет, смотри сам. Пара кликов на мониторе и волшебство широкополосного соединения переносит тебя в бескрайний океан интернета. На экране загорается глоотип, а после прогружается весь сайт полностью. вот это да, у платежи войти скуф услуги скуфом. Заявление на замену паспорта. Решать вопрос официальном скуф услуги. Ура вы скуф, это официально, я понял. Да не, не скуф, не. Ага, между прочим, очень удобно, у пиндосов такого нет. Можно получить справки, выписки, проверить штрафы. Типа реклама госуслуг, да? Или что? Твой взгляд внезапно падает на баннер, который ты раньше не видел. Получи свою альтушку уже сейчас, твое сердце начинает биться чаще, словно карбюратор хорошо смазанной лады 2104. Классическая машина лучшая в серии. Альтушка? Это же Тяночка, верно? Да. Которая, как ее, год, эмо. На самом деле, я прочитал про альтушки и не понял. Типа, это девочки, наверное, девушки, да, которые любят одеваться в какую-то одежду подобие широкий оверсайз футболки, широкие штаны, но в основном их цвет это черный. А, неважно. Немножко зеленого, розового там. Ну, типа, да, раньше эмо были, годы. Так, неважно. Васили меня всегда эти альтушки. Как вижу, такую, так сразу хочется. Я понял, что тебе хочется, братан. Ну, вы понимаете. Хочется, это не страшно. Хочется такую поняшить под предиком. при этом понимаю, что такой девчонке навряд ли понравится 40-летний мужик. Жирный, вонючий и сальный. Братан. К тому же жир обычного телосложения. Ну, понял. С короткой стрижкой. Понял. Дабы не получать урона самолюбию, я предпочитаю при встрече с такими не заявлять о себе. Прятаться. И от этого бешусь еще больше. Прячешься и бесишься. Я понял. Эх. Эх. Эх, если бы такая девчонка полюбила меня просто так. А за что? За что тебя полюбить? Ну, типа, да, любить надо не за что-то, а за то, что человек хороший. Наверное. Ну, у каждого сколько людей на планете, столько мнений. Не за деньги, красоту, ум или чувство юмора. А за... А просто так. Просто так. Понял. Сладостная пелена застилает твой взор, эфирные глаза отмевают твой разум. Ты резко встряхиваешь головой, чтобы сбросить себя на вождение. Так, какой у меня там пароль от скуф-услуг? Эээ, дебил, 1, 2, 3. О, скуф-сад, 9. Собакистан, 4. Чего? Айванов фак вир варай че, вирай? Я не помню пароль. Черт, черт, черт. Вспоминай давай. Какой же там пароль? Вспоминай. Зачем я убрал этот стикер с монитора? Дружище, не кипятись. Может, я помогу тебе покопаться в глубинах подсознания? Согласительная помощь внутреннего голоса задействует резервы разума. но у меня выбора никакого нет, поэтому да, окей, терять уже нечего. Ты закрываешь глаза, ты ныряешь в океан собственных мыслей, путешествуя по складу памяти. Здесь не очень опрятно и много и много всякого хлама. Что это тут? Детские травмы. Идем мимо. Дальше. Вспоминания о кексе после клуба в 20 лет на заднем сиденье ее машины. сладко, но не то. Вау. Что нам сейчас нужно? Так, пробираюсь между ночных кошмаров и просроченных кредиток среди кипа бумаг ты обнаружишь тот самый мемо-стикер. Желтая фактура наклейки призывно колышется в темноте. Небрежно написанная шариковой ручкой цифробуквенная комбинация вспыхивает огнем. очевидно, да? Вот да. Открываешь глаза и возвращаешься в привычную реагность. Рожащими руками исполняя лишь указательным пальцем ты вбиваешь пароль на старой механической клавиатуре. Вот оно, долгожданное окно загрузки. Победа. В прежнем режиме? А что случилось? Эээ. Почему на этом заостряют внимание? А, я понял. Это значит доебаться до лежачего. Я понял. Так. Так. В каком разделе тут у них альтушки? Так вон, нажми прям на получить. Скорее, пока всех не разобрали. Ну, натуре. В каком они могут быть разделе? Сука, сделали бы большую кнопку на главной. Это же самое важное, что тут вообще есть. Так она и, наверное, на самой главной стоит. Вон, нажми на нее. Штрафы и налоги? Кому вообще это нужно? Взрослым самостоятельным людям. Теперь решаешь поискать альтушек в одном из разделе сайтов. Да, семья, наверное. Вполне возможно. Угу. Синтезатор речи включен точка скув. Синтезатор речи отключен. Синтезатор речи включен точка скув. Вполне возможно. Ну, че, что? Синтезатор речи? Синтезатор речи отключен. Если альтушка окажется дарственной порядочной, образованной, воспитанной девушкой, почему бы не создать с ней семью? А ты-то какой? Ну, ты, какой, какой ты? Я не знаю, я что-то не про... Средитной семьи. Надеюсь, это никогда не случится. Материнский капитал тоже звучит максимально несексуально. Братан, тебе не на этот сайт. Тебе на сайте деньги дал? Получил услуги. Похоже, тут тоже нет альтушек. Ага, а где они? Какого чёрта? Почему я просто не кликнул по баннеру? В натуре. Там же можно было кликнуть по баннеру? Да, по которому прямо на рабочем столе такой большой, которым ты жаловался, что нету. Уже не помню. Так, ладно, образование и дети, транспорт и права. А права зайдём. транспорт и права точно нет. Если только альтушка не разведёнка с прицепом. Тут вот да. Так, пособие и пенсии давай посмотрим. Ну, а чего? Вполне себе пособие. По возрасту мне давно пора выдать альтушку. А то какого чёрта они достаются только этим двадцатилетним подлатым брещам? Ну, не двадцатилетним, чуть-чуть постарше, ну да. Потому что ты старый хрен. Старый хрен, плохой ты. Понял? Если они не хотят выдаваться сами, пусть их выдаёт государство. А. Эй! Кто последний за альтушками? Хорош. Так, раздел пенсии и пособия встречает тебя невероятно скучными названиями подразделов. Выписка из лицевого счёта, справка о статусе предпенсионера, справка о праве на социальные услуги, никаких альтушек. Делать тебе здесь пока ещё нечего. И не известно, будет ли ещё существовать пенсия на момент, когда ты состаришься. Он работает вообще интересно или нет? Типа пока не понял. Да, единственная пенсия, которая тебе светит, это пенсия по инвалидности. Я тупаю. Короче, нет, внутренний голос мне нравится. Реально. Так. Образование и дети. Образование и дети? Да усмеётесь что ли? Нас интересуют только альтушки 18 лет и старше. Понял. И по взаимному согласию. Ага. Или хотя бы по одностороннему согласию с государством. Угу. Даже заходить в этот раздел не буду. Земля и дом. Земля и дом. разве что только дом полный альтушек. В таком доме я обжил и ходил бы целыми днями полый. Ты решаешь поискать альтушку атака. Ага. Так, здоровье. Ну, все, это, наверное, последнее, да? Здоровье. Ну, навряд ли. А где? Это страховки. Где моя альтушка? Запись к врачам. Откуда там альтушки? А ты знаешь, что публичные дома и в Японии часто называют салонами здоровья. Да, это здоровье, как бы. Выписка прохождения игры с Ралкер. Ралкер. Блин, надо было читать, наверное, ты прикинь, там же правильный полисами, полисом Рима. Откуда ты это знаешь? Вон, Скуф-24 и получить свою альтушку. Это не я знаю, это ты знаешь. Открыв раздел, ты привычно скользишь взором по боковой панели. Вон, альтушка, запись на прием к врачу, вызов врача на дом, тут мы поняли, обычная, обычная, скучная больничная бюрократия. Как вдруг в один из моментов твое лицо озаряется светом радости счастливой находки. В разделе популярное рядом с жирными кнопками медицинские документы электронной больничной лестницы. Скромно пристроилась кнопка государства программ доступных альтушек. А, вон они. Победа! Пивная папка, кстати, обливаясь потом и чувствуя, как дрожат твои руки, ты ни на секунду больше не сомневаясь немедленно нажмешь на кнопку. вот это шведский стол. О, какие, ты прикинь? Какая тебе больше нравится? А у меня разноцветная. Блин. Тут не угадаешь. Сложно, кстати, выводить. к примеру, эту черненькую. Ну, чё там? Страстная. В Тане ты всегда мечтал о готической худой тяночке с тонкими руками и синяками под глазами. Это макияж. С тонкими, в тонких капролонных чулочках с пентаграммами. И ключицами тонкими, такими тонкими, что кажется, что о них можно порезаться. А чё с ней не так? Красивая девочка. Да чего же тут? Каждый в Тане мечтал такое хоть раз. Без понятий. Эх, дохнул. Ты тоже очень милая. Так и чё, Ты сразу же представляешь, как это нежное создание появляется на пороге твоей квартиры. Ты предлагаешь ей тапочки, она отказывает... А, она отказывается и своими маленькими ножками, обтянутыми белоснежными нейлонными колготками, ступает по твоему грязному полу. Переступает порог твоей спальни, робко садится на край незаправленной кровати, вся в виде вонючей кровати от одной мысли в твоем теле пробегает дрожь, словно тебя ударила током. Ух. Да уж, действительно, ух. Там какая-то последняя какая-то психованная, надо её брать. Ладно, что на счёт третий? Давай, психованная, больная, но... сумасшедший. То, что нам и надо. Безумие. Только подумай, что она может вытворять в постели. Опять он про это. Выглядит так, как будто она высосет из меня все соки. Оставит лежать без сил. Ууу. Это ещё он только раздевался уже, без соков лежит болтный и вонючий на полу. Понял? И мне это понравится. Ух, какой сложный выбор. Нужно узнать больше о каждой из них. А если я не хочу? Давай. Узнать больше про Алису. Это она, Алиса. Разноцветная альтушка. Абсолютно непредсказуемая личность. Свой гардероб строит на несочетаемых, казалось бы, на первый взгляд вещах. Обожает клоун Корр. В топовую комплектацию входит грим и сексуальное жабо. Жабо. Это твой шанс узнать больше про альтушек. Так, а про Ксюшу? Ксюша. Чёрная альтушка. В стиле преимущественно используют элементы готики и эмо стиля. Дэд инсайд не очень любит общаться с людьми. Характер спорный, очень замкнутая, но верная версия. Лучше всего её личность отражает её татуировки. В топовой комплектации поставляется с множественными пирсингом и корсетами. сосная. Так, узнать про Настю. Так, Настя, розовая альтушка. Умело сочетает белый и розовый в одежде. Если точнее, только белый и розовый. Никогда не выходит из дома, не надевает гольфики до колен. Не надев гольфики до колен, понял? Характер покладистый, изговорчивый. Прекрасная хозяйка. В топовую комплектацию входят розовые, кружевное, вельё и пижамок, гуруми в виде розовой жабки. А? Вот это прикольно. Такую пижамку я бы пожамкал. Молодец. Послушная кошка... чё? Послушная кошка женой. Чё? Конечно, не станет. А, кошка женой точно не станет, но точно скрасит ваш нехитрый быт, ведь... Алиса, эй. Эй, я вообще-то здесь. А, нифига, прикинь. Что значит скрасит ваш нехитрый быт? Смотри, она, она влезает, она программная влезла. Как будто я какая-то вещь. Чё? О, она! Сейчас мы проучим этого скуха. Вот так номер. Вот мы сейчас его проучим. Всё, берём её, короче, чтобы он страдал. Чтобы она его просто научила, чему надо. или это просто какая-то фича с сайта. У тебя галлюцинации. О, красота. Понял. Берём. Ой, голос какой-то. Красота! Они проучат его, наконец-то! Ну, ок. Ок. Надо тогда ещё Настю позвать, всё равно захочет всех посмотреть. Где она? Не знаю, может быть, опять залипла на вкладке прочее. А, она глупенькая, я понял. В разделе получения разрешения на хранение и ношение оружия. А. Там только ты торчишь. Причём постоянно. Не постоянно. Схуре смотри. Просто время от времени. Походу, они тоже своего скуха выбирают. Чего у вас тут? О, как раз тебя вспоминали. Чего хотели? Мы вообще-то ничего. Особенно я. Тут ещё один скуп хочет себе альтушку. Понятно. Ну, чё за лип? Задавай вопросы. Какие ещё вопросы? Ну, ты же хочешь получить доступную альтушку по госпрограмме? Да. Было бы неплохо, да. Я уже выбрал. А самое главное необратимый. Словно сама смерть. Она имеет в виду, что это важный поворот твоей жизни. Чтобы лучше понять, какая альтушка подходит тебе лучше всего, ты можешь задать три вопроса. На самом деле, понятное дело, что выбрали бы все среднюю. Это будет самый логичный вариант, который может вообще здесь быть. Типа, да, адекватный, прекрасный. вот этот вариант лучше всех должен подойти нам, как скуфу и так далее. Но этому дебилу рука. А! Так, да, я готов. Так, что зададим? Вопрос. Если честно, я даже не думаю... Да он тупой, девки, не парьтесь. Я просто... Ты выглядишь глупо. И тупо. Скажи первое, что придет в голову. Возимода. Какие парни тебе нравятся? О! Кому он обращается? Буду считать, что ко мне. Красота. Мне нравятся крепкие и уверенные в себе мужчины. Это не я. Стабильные и серьезные, целеустремленные. Почти, но не я. Чтобы хорошо знали историю, особенно настоящую. Точно не я. Про Гиперборею, Атлантиду и Древний Рим. Охренеть. А не ту, которую нам вдалбливали в голову, просто для того, чтобы мы сдали ЕГЭ. Она не наш вариант. Ребят, однозначно. Фу! Короче, хочу просто нормального мужика. Это не я. Ты любил меня и никуда не отпускал. Это, в принципе, я никуда не выйду и не выпущу. Потому что, если я помру, то я загоражу выход из квартиры. Ну ладно. Как думаешь, ты нормальный мужик? А-а. Вполне себе. Не пизди. А я... А я хочу себе современного парка, ооо, это я. Который не стесняется платить в ресторане пополам. А это не я, кстати. Хочу повстречать романтика, который не водит девушку по дешевым кафе. Это опять же не я. А может часами гулять по парку. Вот, это бы я в жизни. Но нет, опять же здесь, в скуфе не я. И к тому же бесплатно. И вообще, мне так надоели все эти глупые тощие мальчики. О, я жирный. О! Наконец-то. Хочу стабильного и крепкого мужчину, чтобы было за что подержаться. А, складки. Чтобы засыпать с таким в обнимку, как с гигантским плюшевым медвежонком. Так у меня сиськи больше, чем у нее, нет? Ну, по крайней мере, скорее всего. Ой, я бы с тобой тоже заснул. Лучше послушай меня. О! Вот этот. Все все поняли. Ой, опять не то. Ой, опять не то. Я хотела сказать, хочу укрываться твоим животом словно кожаным одеялом. И-е-е-е, это я. Стало еще хуже. Следующий вопрос, пожалуйста. Капс, да, вы видели, это полный бред вообще, нет? 36 минут я страдаю здесь, сейчас пошло какой-то, уже, да, спросить про хобби, давай. А тебе нравятся видеоигры? Среда-то какие? Очень хороший вопрос, гражданин Скуф. Отвечу на него по порядку, твердо и четко. Нет. Мне не нравятся игры, за которые нужно платить много денег. А, нет, нравится, что-то смотрю. К тому же, их выпускают с кучи багов. Разработчики совсем офигели. Посмотри, а это, типа, шарит, чтобы мы обновляли железо каждый год уже. Блин, она вообще во всем шарит. А если играть на приставке, то картинка мыльная. Нет уж, спасибо. Есть крепкие, проверенные временем игры, если ты понимаешь, о чем я. Игры, которые требуют определенного вложения времени и денег, но взамен щедро вознаграждающей тебя заслуженной победой. Ты смотри, она вообще все шарит. Ты проводишь в таких играх твое, и только ты чувствуешь в них себя настоящим бойцом, настоящим победителем. Она про танки. Мы понимаем друг друга? Нет. О, да, мы очень хорошо друг друга понимаем. блин, я не понимаю, я должен ему сожалеть. А. Погоди, надо выслушать остальных. Ой, знаешь, видеоигры это весело, но я не очень хороша в них. Но мне они очень нравятся. Обычно я смотрю стримы или записи прохождений. Вот бы нашелся человек, который разрешил бы мне смотреть, как играет сам. Я бы приходила посидеть рядом с тобой. приносила бы тебе холодненького пивка. Так она шикарно, женишь. Я бы сидела тихо-тихо, ты не подумай. Когда нужно, я умею быть незаметной. Ох, я бы показал тебе, что я умею. Ничего. И у видеоигров тоже. Мне нравятся особенные видеоигры. О! Очень редкие. Очень специфичные. Ты, скорее всего, о таких и не слышал. А я понял, кстати. Это то, что сейчас в стиме выходит и тебе приходится это блокировать постоянно, потому что на весь экран вылезает чья-то жопа. Нарисованная. Ты же меня понял, да? Ну вот и ладно. Ведь если бы слышал, ты уже посидел в тюрьме. Ага. Я не понимаю, что происходит. Почему так же тяжело? Я должен выбрать из трёх девок нарисованных. Я реально должен кого-то выбирать? А, она про это. Типа, смотри, уже понятно. Первая умная разбирается во всём. Так скажем, она более серьёзная среди них всех, да? И она, как это, как же, наверное, такая спокойная, типа. Вторая, это просто как молодая девушка. Типа, знаешь, когда тебе там, типа, мне было там 20 лет, даже раньше, да? Когда девочка чуть помладше тебя, это вот обычно вот это вот. Обычно. Они тоже неплохие, они прекрасные, классные, всё, ладно. А третья, короче, только в реку. Короче, в бетон и в реку. Потому что она убивает людей, по-моему. Просто где-то это мультяшное насилие, где-то это обоснованный сюжет. Это настоящее. А где-то ты об этом даже не задумываешься. Какие игры там? Кто-то скажет, что зомби-роботы не чувствуют поле. А мне кажется, что даже пешки в шахматах не чувствуют. Ну, психованы. По крайней мере, я на это надеюсь. По тебе плачет психушка. Снова шучу. Ага. Так, ладно. Спроси о том, что действительно для тебя важно. Не упусти свой шах. Спроси про то, что и правда тебя волнует. Ну, так сразу нельзя, наверное. Мы же только познакомились. Ну, раз уж такое и дело, другой шанс у меня может и не быть. Спроси о самом главном. Скажи, ты хотела бы поняшиться со мной под пледиком. Как это мило. Вопрос про секс. Заткнись, ты меня позоришь. Дебил, ты так уже сказал. Секс! 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 Пожалуйста, не забаньте это видео. Ютуб. Не надо. Я ни при чем. Я не это имел в виду. Я это имел в виду. Я отвечу первый. Давай, пошли меня. Пошли меня куда подальше. Я тебе серьезно говорю. Я просто в тебя влюблюсь. Согласно пункту 14.5 пользовательского соглашения сервиса скуф-услуги, выбранная альтушка обязуется предоставлять вышеозначенному скуфу весь спектр сервисов. В том числе и совместное пребывание в локации формата постель, кровать, раскладушка. Также совместно накрытое обрезом шерстяной ткани уровня плед. Иными словами, мой ответ да. Блин. Няшица не самое подходящее слово, как мне кажется. Но я совершенно точно уверена, что для скуфа, который меня выберет, я буду готова практически на все. Блин. А по праздникам вообще на все? А это не блин. Обожаю няшиться под пледиком. Вообще-то она уже предложила вот так вот моим животом укрыться, знаешь, как складка, так типа, оп, и типа, ло, и вонючая. А что, мне кажется, даже могли ее не спрашивать. Только чур, давай сразу договоримся. Только я предполагаю, что это она со мной под пледиком няшится будет. В обратную сторону. Ужасно. Если ты хочешь няшить, то готов быть и отняшен сам. О, я тебе про это и говорю. Берем. Поняли, чтоб ты пострадал, скуф, гад. Пора сделать выбор. Как же сложно. Очевидно. Ты понимаешь, что это, возможно, самый сложный выбор в твоей жизни. Но в то время самый важный, и самое очевидное, это самый лучший вариант, это первый. Вторая, типа, не знаю, какие-то сказки детские розовые. Ммм, сегодняшний день разделит ее Дандой и после. Ты собираешь... Так ты собираешь, короче, мысли в кулак, да и по крайней мере пытаешься. Дрек, короче, решаю, давай, Алиса. Я выбираю Алису. Тебе пиздец. О, но. Чего? Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты выбрал меня, а не этих фаршмандовок. О, у тебя бы с ними было столько проблем. Так, ладно, что у нас там? Где там у нас стандартная инструкция? Для завершения процедуры оформления альтушки необходимо заполнить ряд документов. Ха-ха-ха-ха. Что? Какие еще документы? Даже музыка пошла нормальная, наконец-то. Какие документы? Давай, именно это я собирался сейчас сказать. Я знаю. Как будто ты первый, кто подает заявление на альтушку. Знаешь, сколько таких, как ты, проходят через сервис каждый день? Сколько? Не скажу. Ладно, ну что, будем заполнять альтуры? Сикарет. Давай. Свет отражает от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Она подмигнула тебе? Или это просто игра света? Да, я тебя подмигнула. она что, прошла наши мысли? А вот я, кстати, сейчас не понял. Да как ты мог подумать? Я всего лишь скрип на сервисе скуфу-услуги. С чего бы мне читать твои мысли? Просто я очень хорошо разбираюсь в людях и знаю, что у них на уме. Ну что? Заполни, но ведь я, я так и так должен забрать тебя к себе. Да, 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 конечно. Но, я имею в виду за правду. Пообещай мне. Я, ну, ээээ... У меня уже нет выбора, мы уже решили. Не, не есть, будь мужиком. обещаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Я тебе за это отсосу. Ого. Ахахахаха. Придурок. Чё это за хрень я играю? Вообще не понимаю. Ты не можешь поверить своим ушам. Что она только что сказала? Да ты не знаешь про это такое, что такое. Ой, давай ты не будешь тупить и загоняться. Погнали, заполним несколько скучных анкет. Давай. Давай. Справка и выписки. Справка и выписки. Смотри, нам по сути тут вообще ничего не нужно. Огонь. Они зачем-то включили туда стаж трудовой, но это полный бред. Трудовая книжка? Что это вообще такое? Они бы еще сбер книжку туда добавили. Кому какое дело, сколько ты работал, а чем это? Какие у нас сбер книжку знают, а по трудовой типа нет. Чтобы начислять тебе пенсию нужно ли не начислять? Так она и так какая-то крошечная. Музло с тобой валить такое нормально. Как член моего бывшего. Да хватит, YouTube не пропустит. Это тако... Я же сам вспотел вентилятор где-то на улице мороз. Так, мать, прекрати, все. Кстати, футболочки, ребята. Это я, если чё. Да. Видно там че-нибудь, точно нет? Это я. Я вас просто чуть-чуть отвлек от этого происходящего. Что? Ага. Что? Что? Теканец, ты понял? Тебе пиздец. Тик-тик. Красотка. Вот это вообще ты молодец. Задави его, задави скуфа. Ты не знаешь, как на это реагировать? Если она шутит, то это не очень смешная шутка. А если говорить правду, то это крипово. О том, что ты убийца, а я живу, черт. Правильно говорю? Ага. Трудовой стаж. Короче, это вообще нечестно. Вот подруга моя тоже, кстати, Алиса. Тезка, если бы у нас с ней с тобой был тройничок, ты бы мог загадать желание. Хе-хе. Так вот, она фигачит в ткани, как не в себя, смены по 12-14 часов. Скажете, она меньше работает? Уж точно побольше этих офисных бездельниц. И наверняка больше пользы. Сколько людей радует. А стаж у нее нулевой. Нечестно. Так что там с документами? А? Да, не по умолчанию есть в твоем профиле скуп услуг. Базовая тема. Я просто галочки поставил на их использование в заявлении. Но ведь я, кажется, не давал разрешения на использование. Чувак, ты не понял? Ты уже не личность, ты баба. Она будет с тобой нежиться под пледиком. Животом твоим, если даже не хватит, она подрежет, чтобы больше хватило, будет укрываться. Тебе конец. Тебе было нехрен. Понял? Сидел в своих танках и сидел бы. Машина за меня все выберет просто и все. Тракторист сегодня я. Они совсем по кухой поехали? На кой черт они сюда это добавили? Я что, мопед? Это нормально. Нет, конечно, я была бы рада, когда ты везде 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 везде. Вик, ты мопед. Я так же легко завожусь. Но это все метафоры с Эксо. Короче, для немощников эта игрушка просто, просто шик. Я уверен. А что, так можно? Конечно, можно. Я тебе больше скажу. Если бы я могла скипнуть весь этот процесс, то с удовольствием бы это сделала. У меня, знаете ли, тоже дел полно. Кстати, у тебя есть права? Права? На мопед. А, я же могу залезть в свои документы и посмотреть. Ты что? Ого, стаж 17 лет. Это прямо ты все 17 лет водишь или просто сдал на права и забил? Подожди секунду. Настройки. Музыку еще убавим, потому что, ну она реально там кричит, по-моему. Так, это прямо ты все свои 17 лет водишь или просто сдал на права и забил? Вожу. Что ты водишь? Круто! А меня лишили на полтора года за пьяное вождение. А еще старушку сбила. Но об этом они не узнали, к счастью. Чего? Да, там темно было. Вот он и получил все, что этот журдай хотел. Проселочная дорога, скользкая. Кому вообще в голову пришел туда переться? А? Бум! Бум! И бабки нет. Сразу на смерть. Прошел, что никого не было рядом и никто ничего не видел. И хорошо, что в багажнике у меня была циркулярная пила. Ой, кажется, я сказала лишнего. Давай заполнять следующий раздел. Ё-моё. Здоровье это очень важно. Единственное, что меня интересует, это отсутствие минерических заболеваний. Ага. Когда ты последний раз проверялся на ЗППП? На что? Понятно. заболевания, передающиеся половым путем. Гонореси, перескомидии, ведь гепатит все радости жизни. Лидии, хламидии. Кто знает песню эту? Что подумают родители? Мы не сможем с тобой трахаться, если ты заразный. Да что-то ну хватит, я не знаю. Это противно. Мандуй. Ну, и вредно для здоровья. У тебя же есть свежая справка? Да, есть. Ну, если честно, я довольно давно не проверялся. там же такая неприятная процедура. Мазокуретры? Да, наверное, это неприятно. Но, ничего не поделаешь, если хочешь трахаться со мной, то придется провериться. А мы не можем сдать эти анализы как-нибудь онлайн. Ага. Это же просто формальность, да? Ага. Надеюсь, она поняла, какой он дебил. Надеюсь, она его убьет. Ты либо очень веселый, либо очень глупый. тупой. Невозможно сдать анализы через интернет. Вообще-то можно, если найти, заплатить. Анализы будут готовы. Окей. Сдай анализы в самое ближайшее время. Спасибо. Ах, да, у нас один главный вопрос есть. Эту информацию я из твоего личного кабинета не могу подсосать. Я сказала, подсосать? Хе-хе. Чувствуешь, как твои чресла наливаются кровью и крепнут от этих слов? Это очень странная девочка, абсолютно безумная. Но есть мне что-то притягательное. Можно только представить, что она вытворяет в постели. размер члена. А-а-а. Какой у тебя размер члена? Сейчас скажешь два метра, да? Можно, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Он не знает, он не видел никогда там пузо большое. Че ты докопалась с ним? Окей. Окей. Так. Сказать правду. Серьезно? Да. Ну, тут никакая государственная программа не поможет. Прости, у нас ничего не получится. Че? Прощай. Че? А вот это обидно было. Ваш пенец слишком мало, поэтому ваш аккаунт удален. Удачи. Ха-ха. Вот так тебе. Понял? Козлина. Что такое визуальное? Что визуальное? Новелла? Что такое новелла? Что такое визуальное? Новелла? Ага. Это электронная игра. Чувак, который переводил. Доброе утро. Спасибо, что это закончилось. Ладно, друзья, в общем, кому понравилось, мы обязательно посмотрим с вами следующее развитие событий, но мне нравится первая девушка. А какую бы ты выбрал? Напиши в комментариях, даже если ты вдруг девочка. Тоже пиши. Пишите, пообщаемся. В общем, хочу сказать одно. Скуф получил по заслугам. Врать плохо. Он сказал правду, получил по заслугам, Алиса его послала. Красота. Именно такого финала я и хотел получить. Друзья, я уложился в целый час. Подписывайтесь на канал, я буду счастлив видеть вас в следующей серии и прохождение следующих видеоигр. Всем пока.